Не дают фрунзам и голубцам, а на базар не дают. Дорогу оплачивают сами, сами туда поедем и еще от нас спрашивают деньги. Зять готовится 200 баксов, чтобы нам цехал. Ограничений никаких нет, мне кажется, фирма удерживает цену, может быть. Откуда вы берете? Это все с фирмой Россия, все привозное. Местные, мне кажется, перечислить из маломойки очень мало. Особенно у нас привозное. Узбекистан, Казахстан, таможка, курс доллара. Цены, конечно, естественно, очень сильно повысились. Наверное, уже за последний месяц 2-3 раза по 20-15 процентов. В общем, 50 процентов, наверное. Если, например, порошок до этого стоил 320, сейчас стоит 450 сон. Ну, мне кажется, ну, не знаю, честно. Каждый раз даже до сих пор говорят, что дорожает, дорожает, что еще. Еще в будущем, еще подорожает. А количество, по объему товаров, проблем с распеканием? Проблем никаких нет, их нет, все нормально. Просто некоторые магазины, даже, естественно, даже я, например, я боюсь сейчас что-то много брать. Как бы лишнее, может быть. Вдруг потом подешевеет, может быть. Мы же не знаем. Просто нету, иногда бывает, что нету товара, действительно. Вот. Мне кажется, не только от них в Союзе, может, так. Ну, на дороге задержалась. В общем, там не дают. В России, может быть, не дают. Вот. Блага подорожала за юроссийское. По поводу. У нас сами же мы ничего не производим. От этого и вот это все уходит у нас. Мне кажется, вблизи, что Казахстан, что Узбекистан самый старающий. Это мы на Узбекистан. Потому что у нас ничего не производится у Союз. Мало. Нам, как бы, поставлять с фирмы. И, в основном, многие товары поступают с России. И, конечно же, всякие мелочи с Китая. А сейчас как идут дела по объему товара? Достаточно ли? Ну, товар объему достаточный, но дорожает все очень. Говорят, что из-за доллара. И из-за сырья. То, что говорят. Почему Десект? Сырье мы уберем долларами. И поэтому все дорожает. У них это под доллар. А на сколько подорожало США? Какие товары, например? Двадцать, где-то, может, тридцать. Говорят, что еще подорожает. Объем не ограничен у них. Есть проблемы. Нехватка товара. Да, есть некоторые позиции, которые нет. Есть, ну, ходовые которые. Вот эти порошки. Иногда нету, да? Цены, наверное, повысят. Тоже повысились, да. Очень даже хорошо. Многие продукты питания, даже если производятся в России, содержат ингредиенты из Европы. Поэтому стоимость этих продуктов выросла. Дефицита товаров не будет, так как российские производители ищут альтернативные пути решения. Мы же, в свою очередь, ищем альтернативные рынки. Но цены определенно вырастут. Мы же, в офисе непонятно. Не оладькан, не оладькан. Не оладькан, не оладькан. Ушасы, няне. Ал мурда, так 260-тан садателек. Азерболсы, 440-ка уже шыгып кетті. А мы же, в объеме герет негіз. Көп, шынша, көп товар герет. Бірақ, мы же, так 40-х сандын. Жеке, эшкерлер же, хандай бағаны койот, анын білбейсиндар. Меня зовут Нолан. Жой, біздеки жалан группа ойнка. Май-3. Рассия, Қазақстаннан беретті. Бастапқа жақшылы болған, долларын күрсіна жарышады. Тал жақты азовы тұрчы. Мартықтан баштар, біз 20% ұстығы деймі. Шоғын соғыш башталғандан берді, доллары ұстығы, осығы басқа. Өкім жақты күрсіне жасыз. Бастапқа күріге, ұстығы бүшін күрігі. Карасығы Қазақстан әрсіне жалғады. Бағарын бұл 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 бұл, бұл 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 бұлмайдатыр. Они дают фрунзям и глупцам, а на базар не дают. Дорогу оплачивают сами, сами туда поедем и еще от нас спрашивают деньги. Зятка, то есть это 200 баксов, что нам бы сахаровано, около 10 тонн, то есть дает нормальный санами, нам нужен будет этот у соседа, чтобы вместе по 3 тонны поделились. Спасибо. Спасибо. Спасибо.